Сегодня у нас хлебопреломление, да? И праздник десятин. Праздник десятин. А тема моей проповеди – начаток спасения. Начаток спасения. Мы привыкли слышать о начатке как десятине, правильно? Как финансах. Но на самом деле начаток весь свят. И начаток в Библии написано. Если начаток свят, то и все целое. Но я нашел в Писании, в Библии интересное место, которое сегодня для тебя, прямо для тебя, конкретно для тебя, в твою ситуацию. Если ты спасенный по благодати во Христа Иисуса, тогда это слово для тебя. Здесь есть люди, которые спасены по благодати. А ну-ка, встаньте. Если есть таковые, встаньте. Вы спасенные по благодати. А теперь присядьте. Пожалуйста, я хотел бы, чтобы встали сейчас люди, те, которые спасенные, но вы первые спасенные в своем роду. Вы спасенные. Понимаете? Первые. То есть вы получили спасение, и вы первые в своем роду. Никто не спасен еще до вас, или может быть спасены, но вы были первые в спасении. Понимаете или нет? В вашем роду. Я сегодня увидел вдохновенное слово от самого Бога. Я долго сидел над этим, смотрел, и вдруг Бог открыл мне, что ты есть начаток спасения. Начаток спасения. Я не есть начаток спасения. Я вошел в спасение своих предков. Кто-то вошел из вас в спасение ваших предков. Кто-то, может, даже обогнал в спасении своих предков. Почему? Возрастая в благодати и вере. В вере истины. И сегодня люди, которые должны были стоять по времени впереди вас, оказались каким-то образом позади. Может такое быть или нет? Возможно, на основании Писания. Но вы, эти люди, которые стоите сегодня в начатке спасения, хотелось еще один вопрос задать. А у вас, если в роду уже все спасены, в вашем роду, близкие родственники и спасенные двоюродные. Дяди, тети, бабушка, дедушка и двоюродные. Не, не, вы не надо были садиться. Я хотел, чтобы вы помахали мне рукою. Вы помогали. А ну-ка, это. И такие есть здесь. И здесь такие. Не просто один спасся, двоюродные, а спаслись двоюродные. Дяди, тети спаслись уже. Понимаете? Понимаете или нет? Помните, в Деянии написано 16.31? Спасешься. И весь дом твой. Дом наш. Это не только я, это жена и два ребенка. Твой дом – это твоя фамилия. Твой род. Это твои дяди, тети, бабушки, дедушки и двоюродные. И дальних, кого не призовет Господь. Там и троюродные, и пятиюродные, и шестиюродные. И дальних, кого не призовет Господь. И поэтому сегодня мы здесь собрались не просто слышать Слово от Бога, а мы пришли принять Слово от Бога. Правильно или нет? Есть разница слышать? Давайте большой аплодисмент этим людям. Садитесь. Спасибо вам. Пусть Бог вас благословит. Вы, воистину, герои Божьи. Поэтому сегодня я буду проповедовать бескомпромиссное Евангелие. Вы готовы слышать? Бескомпромиссное Евангелие, наполненное жизнью с неба во имя Иисуса Христа. И поэтому откроем. Давайте 2 Фессалоникийцам. Два места я хотел бы прочитать. 2 Фессалоникийцам. Вторая глава, 13-14 стих. И римлянам, 8 глава, с 28 стиха. Два места можете открыть. Римлянам, 8 глава, с 28 по 30. И 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 13-14 стих. Конечно, здесь много можно больше прочитать. Но мы возьмем, чтобы время не терять. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас. Давайте будем внимать тому, что написано в Слове Божьем. Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 13-14 стих. Т.Д.Д. говорит, надо всегда вставать. Но мы давайте хотя бы будем тихо сидеть. Не будем разговаривать хотя бы. Будем внимать тому, что здесь написано. Откроем Слово Божье и будем внимать тому, что будет, когда Слово Божье читается. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом, братья, что Бог от начала, вот это слово очень интересно в оригинале, что Бог от начала через освящение Бога и веру истине избрал вас ко спасению. Которому, то есть к спасению, и призвал вас, куда призвал? Благовествованием нашим. Куда Он призвал нас благовествованием нашим? К спасению нашему. Для достижения, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Вот это слово, что Бог от начала, знаете, как звучит? Выбрал вас начатком для спасения. Выбрал вас начатком для спасения. Выбрал тебя начатком. А может, Он приложил тебя к начатку, как меня Бог приложил к начатку спасения, потому что в роду уже было спасение, я только приложился к этому спасению. А может быть, ты, тот особенный человек, в глазах Бога. Это вообще, это нельзя передать словами. Бог избрал тебя, выбрал, выбрал, как на грядке, что-то особенное. И Он узрел в тебе что-то то, что не было в твоем папе, в твоей бабушке, в твоей маме, не было в твоих близких, братьях, сестрах. И Он узрел что-то в тебе такое, что Он взял тебя, выбрал и сделал тебя начатком спасения. Начатком спасения. Начатком спасения. Потому что выбрал вас Бог, мы имеем долг, это в другом переводе Павел говорит, мы имеем долг благодарить Бога всегда за вас. Потому что у Павла было ведение сто тысяч церковных служителей, и потом он увидел, уже есть начатки у этих, но в начатке он говорит, я буду всегда, я должен быть благодарен Богу всегда за вас, которых Бог избрал начатком спасения. Понимаете? Вообще это очень интересно. То есть Павел никогда не уклонял себя от церкви. Начатком, потому что выбрал вас Бог начатком для спасения. в освящении Духа, в освящении Духа и в вере истины. Сейчас нам немножко непонятно, и я не хочу объяснять, я хочу римлянам восьмую главу прочитать. Потом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует во благо. Мы дойдем до этого еще перевода. Ибо когда он, я извиняюсь, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Аллилуйя! И все начатки спасения сказали воскликнули Аллилуйя! 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 И если ты приложился ко спасению в своем году, то тот же воскликнул со всеми начатками Аллилуйя! Не слыша! Встаньте и воскликните! А ну воздайте славу Богу! Аллилуйя! Представляете? Представляете или нет? Никто из сидящих в этом зале не пришел к Богу, не пришел во спасение, да и прийти никто не сможет, если Бог не выберет нас, не возьмет нас. Почему меня? Почему не тебя? Почему тебя? Почему не того? Бог выбирает! Только Бог! Никто другой! Бог! Бог начинает спасение, затем Он в спасении тебе дает ставить перед тобою цели, и затем вместе с тобою выполняет поставленные собою цели, чтобы ты исполнил и вошел вас в славу с Господом! Понимаете или нет? Чтобы ты не только получил спасение, а вошел через исполнение его воли в его славу! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тебе Иисус! Слава! Давайте в это место! А ну-ка активнее, активнее! А теперь все пассивные сказали Аминь! Аминь! Аллилуйя! Ничего, ничего, слава Богу! Активнее даже из-за пассивных сказали Спасибо вам! Спасибо вам! Аллилуйя! Итак, я хотел бы прочитать вот в этом Евангелии, в Библии, римлянам с 28-го стиха А мы знаем! Апостол Павел с такой решительностью, с такой верленностью заявляет А мы знаем! Недавно ко мне одна бабушка пришла православная на спасение сейчас я скажу через три вещи это пост, молитва и милостыня я говорю спасение через эти то есть через то, что вы делаете на ряда не знает нифига а утверждает как знает а утверждает как будто знает я говорю вы Библию хоть читали? у меня есть закон Божий молитвенник и там все написано люди поврежденного ума обреченные на погибель мы думаем а как это обреченные на погибель фессалоники сам говорит и даст Бог им нездравый ум за то что они не хотели угождать Богу и они будут верить лжи настолько сильно что они не смогут услышать истину поэтому если в твоем роду есть такие люди не можешь ты молитвой и постом и милостыней привести их верою 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 в истине и при освящении в духе при освящении в духе точно так как ты был приведен к Богу точно так твои близкие могут прийти к Богу понимаете поэтому у нас есть программа поднета просто церкви и первое условие гласит чтобы твои верующие были спасены находись в любви у них дружи с ними находиться в любви у них Бог не может привести людей в церковь к себе к Богу если есть ведущие люди которые являются дверью но закрытой понимаете или нет поэтому в прошлое века в начале веков считалось святые люди назывались святые люди святой человек это человек который делает настолько прекрасно расставляет сети перед неспасенными делает все возможное чтобы им как можно было легче войти в царство божие это святой человек святой человек это не тот кто верит Бога и является преградой в небеса понимаете вы понимаете меня или нет вы понимаете меня или нет не вы понимаете Павел говорит я знаю и что он здесь знает он говорит а мы знаем что для тех кто любит Бога кто был призван согласно его замыслам он все обращает во благо похороны обращает в благословение мы думаем как похороны в благословении мы люди что такое предназначение мы прочитали да те которые как там мы прочитали ибо кого он предузнал тех и предопределил а кого он предопределил тех и призвал а кого призвал тех и оправдал а кого оправдал тех и прославил такое впечатление что Бог одних предузнал на одних он поставил хорошую печать а других печать ноги у одних печать благословение а у других печаль ну это неправда почему это неправда потому что воистину Бог предназначением своим что такое предназначение наперед уже знал предузнал предопределил знал и решил наперед решил что он решил наперед что он решил наперед что благочестивый человек благочестивый человек который есть в глазах Бога это человек, который понял что Бог предназначил для меня великую судьбу судьбу вместе с Богом когда я это понимаю когда я это осознаю я так благодарю Бога за то, что Он обо мне предузнал наперед а может быть такое, что ты сидишь здесь а тебе совершенно другое может быть такое, как вы думаете? вы вот здесь уже спасенные но Бог вас и не узнал и не предузнал и не определил вы здесь сегодня пошатаетесь и потом убежите может быть такое, как вы думаете? давайте мы прочитаем канон канон это столб и утверждение основаны на этом писании только проповедь это человек пребывает в проповеди ну час, два профессионал неделю, две а канон это годы вот эту мы книжечку писали сколько лет? четыре-пять лет мы писали вот прежде чем мы написали это значит мы а каждую истину перед тем, как мы писали вникали, разбирали поднимали на совете разбирали, потом заново дорабатывали потом отодвигали потом собирали и так где-то пять лет поэтому я думаю что это и это должно было быть только подтверждением Слова Божьего в Церкви Божьей Иисуса Христа существует канон это то, что определено Собором Собор это единое мнение многих людей понимаете или нет? единое, одно мнение и для того, чтобы иметь одно мнение надо сидеть годами над какими-то истинами чтобы мы отточили и имели одно понимание в том или ином вопрос в важных вопросах мы должны Августин сказал помните как? единство в важных вопросах единство в остальном любовь в остальном любовь в важных вопросах это церковь в важных вопросах имеете единство а в остальном любовь и церковь росла и умножалась и Бог прилагал спасаемых к церкви Аллилуйя! Славу Господу! Аллилуйя! Очень интересно Бог положил нам на сердце как мы должны были написать о предопределении избрания предопределении к жизни с Богом это изначальное и постоянное намерение Бога Боже мой он что не меняется вот как вот вот это он установил его до создания мира чтобы освободить от проклятия и вечных мук тех кого он избрал во Христе из рода человеческого и дать им во Христе вечное спасение по этой причине те которые были наделены столь превосходным даром от Бога призываются согласно Божьему намерению Духом Святым действующим в должное время и это призвание ведет к тому что они под действием благодати повинуются призванию и это призвание ведет к тому что они под действием благодати повинуются призванию становятся оправданными и детьми Божьими уподобляясь образу единородного Сына Своего Иисуса Христа а также живут благочестиво совершая добрые дела в конечном итоге по Божьей милости они обретут вечное блаженство предопределение и наше избрание во Христе если их воспринимать верно правильно дают благочестивым людям положи на себя так дают благочестивым людям несказанное утешение приятное и желанное это правда благочестивые люди когда смотрят на то что Бог до создания мира предопределил обо мне кроме благодатности радости как здесь несказанное утешение благочестивым людям дают несказанное утешение то есть высказать это утешение просто нереально невозможно блаженство Бог обо мне беспокоился когда меня еще на земле не было и то о чем он беспокоился чтобы когда я был начатком его спасения и тогда я стал уподобляться через его помощь работы Духа Святого чтобы он погружал меня в присутствие Божье Духа Святого чтобы я менялся моя вера возрастала и становилась вера в истине а не с мухами в истине вера по истине аллилуйя аллилуйя некоторые люди говорят Бог передумал да Бог вначале говорит так потом передумал потом вот так потом так потом это потом это и в конечном счете они запутаются и ведут эти учетные тетради что им Бог говорил а потом не могут вместе с концы с концами и уходят в мир и обзывают своей ерунде пытаются обвинить Бога что им Бог неправильно говорил Бог не меняется в своих намерениях никогда не меняется если Он до создания определил тебя быть начатком спасения и это означает как Он может сделать это призвать тебя через благовестие благочестивых людей зачем как это благовестие взять через благовестие и погрузить тебя на выездной семинар вы были на выездных семинарах кто-то из вас не был погружен в освящение от Духа Святого вы все же переживали я ни одного не видел сколько я был потом сколько выходили люди свидетельствовали через благовестие Бог приводит вас в сад свободе потом научает через учение чтобы вера ваша возрастала чтобы вера ваша была подобна истинной вере основанной на слове Божьем на апостолах учения и на Иисусе Христе и тогда Он погружает вас в освящение Духа Святого потому потому что когда мы в Духа Святого приходим в присутствие Божье мы не можем оставаться ни злыми ни коварными если ты украл что-то и пришел к Богу все что тебе никто не говорит и ты не собираешься отдавать и вдруг тебе Дух Святого говорит верни верни и ты не можешь этому голосу противиться маме ты можешь противиться мужу жене а голосу Духа Святого если ты входишь в его присутствие ты не можешь противиться освящение стопроцентное стопроцентная перемена в жизни любого человека любого человека при освящении это Божье определение это Божье определение несказанное утешение для благочестивых людей и заново предопределение и наше избрание во Христе если их воспринимать правильно или верно дают благочестивым людям несказанное утешение и приятное желание почему же тогда люди некоторые слыша о том призвании избраний они слышат внутри себя хорошо им они избраны а я а я а я а я а я а я а я понимаете почему заткни этот голос невежества встань из не удачников встань благочестивым человеком благочестивые люди это те которые доверяют слову Божьему ты был привлечен благовествованием как бы фессалоникийцам бог избрал тебя но привлекай только благовествованием только благовествованием и если ты слышал призыв благовествования и не ответил положительно это не значит что бог предназначил а тебе худое это значит что ты отклонил это благословение потому что ты веришь еще лжи ты веришь сатане сомнений смущений которыми наполнены твои бабки детки мамы папы ты веришь все которыми наполнены соседи неверия понимаете или нет если бы ты с детства воспитывался в среде истины было бы очень хорошо дети которые воспитываются в среде истины не живут в среде истины а у которых родители есть время воспитывать детей в истине с детства понимаете или нет кто-то меня слышит или нет мамы папы вы слышите меня не те родители получают детей благочестивых которые растут в их доме а те родители которые находят время для нужное время для воспитания созидания истины веры в сознании знаний логики маленького ребеночка вот эти дети они выдаст благочестивыми то есть им легко будет благочестивые люди они слышат от бога люди нечестивые они слушают бога а слышат сатану а дабы слыша голос божий не ожесточили сердец своих кто эти люди это люди избранные богом это бог говорит о избытанных людях о предназначенных ко спасению говорит они были выведены мною в обетованную землю через Египет я избытал их я предназначил их на великие дела они были прислушивались к своим желаниям к своим походям на чеснок волчат потянуло чеснок репчатый лук захотелось им вместо божьих обетований и он говорит они не стали очищаться они не захотели они были избраны но они не захотели идти в божье присутствие чтобы Господь в это погрузил их в освящение в Духе Святом понимаете и они слышали голос Божий но они сказали а почему ты думаешь Моисей что тебе одному говорит Бог мы что сами не знаем что нам делать и они умерли все в пустыне и Бог сегодня говорит нам избранным призванным предопределенным станьте благочестивыми начните принимать от Бога начните верить начните видеть себя в Боге состоятельными что это не вы состоялись это Божье намерение чтобы вы были подобны Сыну Божьему чтобы Бог Иисус Христос не был одним как Тритополя на Плющихе а чтобы он был первогодним среди многих братьев среди многих сестер во имя Иисуса Христа давайте аплодисменты скажи Иисус помоги мне принимать от Тебя слышать от Тебя развивать слышание мое от Тебя ты не хочешь погубить праведника с нечестивыми не того ли ты желаешь чтобы я обратился и жил во имя Иисуса аминь не того ли Бог желает конечно того почему да он же определил а тебе еще не было тебя когда это вот как я говорю я определяю верю 20 тысяч соберем для ремонта здания а собрали 10 только аж аж в ноябре за ноябрь я говорил за ноябрь чтобы в декабре у нас вечер не настал надо молиться надо верить надо чтобы в зале было больше благочестивых людей ни один ни два ни десять больше благочестивых людей чтобы они видели себя не смотрели с позиции неудачников я не могу дать я не могу побежали мне надо домой чтобы они могли слышать что Бог говорит о тебе о твоем доме о твоем родстве понимаете или нет благочестивые люди это те которые согласились с Богом о своем призвании понимаете или нет благочестивый человек это тот который говорит господи я так благодарю тебя за то что ты обо мне избрал боже мой мой дядя повесился у меня дядя повесился в девяносто один год кажется или девяносто два он коммунист конченный конченный коммунист не хотел слышать о Боге вообще кричал я атеист и матерился богохульствовал Богом что оно ему дало повесился в девяносто или один или что-то лет повесился дядя что дает тебе твое неверие моя вера дает мне прекрасное будущее быть подобным сыну Божьего быть подобия сына Божьего и через мое усилие в согласии с Богом я вхожу в Его славу ты не можешь я не могу войти в Его славу не прилагая усилий соглашаться это одно но соглашаться это значит все усилия приложить чтобы войти в это я хотел бы помолиться сейчас за тех людей которые есть начатки для спасения вашего рода я чувствую помазание на мне чтобы вы перестали стыдиться бояться перестали страшиться быть тем кем Бог определил вам быть встаньте на ноги пожалуйста встаньте на ноги пожалуйста я чувствую здесь такое помазание волнение в Духе Святом я не могу этого передать Дух Святой я стою перед тобой я ничего не могу сделать я ничего не могу сделать но ты можешь все откроть наше понимание чтобы мы узрели что ты Бог определив всем нас нечто лучшее чем мы сами на себя смотрим чем мы смотрим на других людей на близких родственников на родителей не спасенных на бабушек дедушек Иисус помоги мне согласиться с тобою ибо ты определил уже о всех моих неведущих людях ты сказал ты есть начаток твоего рода и если начаток свят то и все целое все если начаток свят то все дерево если корень свят все дерево я провозглашаю благодать на тебя положи руки свои на себя если вы родственники друг на друга положите руки и молитесь сейчас благодать спасение на тебя благодать предназначения на тебя свет естественная благодать для спасения близких и дальних родственников во имя Иисуса Христа. Я верую, Господи, и я поклоняюсь тебе во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аллилуйя. Воздай Богу славу за спасение твоих близких. Поэтому, если ты еще не поднёд, я не знаю, ты обязан стать поднёдом, если не хочешь идти в ад. Потому что люди, которые нацелены только на себя и на свое спасение, они никогда не будут святыми в глазах того понимания, что люди святые это все делают для того, чтобы помочь неверующим людям прийти во спасение. Прийти во спасение. Это партнер Бога, партнер церкви. Человек, который у нас это метод достижения этих людей через есть партнерки, через списки. Поэтому тебе обязательно надо списки. Если ты решаешь, а я так не верю, ты в бунте. Тебе лучше просто покориться истине. Просто покориться. Я тебе правду говорю. Я не буду злиться на тебя, никто на тебя не будет злиться, но спасение твоих родных зависит зависит в своем послушании. Послушание Богу, послушание церкви. Церковь и Бог это одно, это не два. Церковь это тело Иисуса Христа. Это тело Иисуса Христа. Поэтому я призываю тебя поверить в истину. Написав в списке, если у тебя не получается, не понимаешь, подойди к лидеру, разберись. Ты должен взять ответственность за спасение своих близких. Особенно, если ты чувствуешь, что ты тот человек, которого Бог называет начаток спасения. Начаток спасения. Да благословит вас Господь. Присядьте, пожалуйста. Я сейчас дочитаю и заканчиваю. И те, кто испытывает в себе действие Духа Христова, умедшевляющего дела плоти и направляющего их дух и разум к небесному, кто здесь может не чувствовать работы Духа Божьего? Кто? Кто может не чувствовать? Если ты спасенный, если ты рожденный от Бога, как ты можешь не чувствовать работы Божьей? То есть Бог не хочет, чтобы ты шел в плотские вещи. Бог не хочет. Вот ты выйдешь отсюда, придешь домой, тебе надо бороться с собой, смотреть порнуху, смотреть грязные фильмы, смотреть какие-то вещи непригодные, тебе надо переступить вновь через себя, потому что ты возрожден на этом собрании от Духа Божьего. Ты возрожденный. И когда ты придешь, тебе надо заглушить голос совести, чтобы дальше продолжать грех делать. Понимаете или нет? И это свидетельствует лишь только о том, что ты призван, ты определен Богом, не для жить в плоти, не для жить по своим желаниям. Ты определенный Богом до создания мира, чтобы ты жил по духу, ходил и исполнял в послушании истине Слова Божьего. Понимаете или нет? И здесь мы говорим, что и те, кто испытывает в себе действие Духа Христова, умечтвляющего дела плоти и направляющего их дух и разум к небесному, испытывают это утяжение. Это связано с тем, что предопределение и избрание полагают основание их веры в вечное спасение через Христа, а также возбуждают их любовь к Богу. Аллилуйя! 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 Теперь я прочитаю Библию, и вы скажете, да, это же одно и то же. Да, это одно и то же. Предание или канон это подтверждение Библии, Библия подтверждение канона. Но что первичнее? Конечно, Библия. Она написана две тысячи лет тому назад. Поэтому она впереди всегда. А мы знаем, римлянам 8,28. А мы знаем, что для тех, кто любит Бога, кто был призван согласно его замыслам, он все обращает во благо. Это те, кого Бог знал еще тогда, когда их не было, и предназначил быть истинным подобием своего сына. Это, Боже мой, предназначил быть истинным подобием, когда я смотрю на себя и на свою прошлую жизнь, я никак не мог согласиться, что я назначенный Богом быть подобием сына Борщина здесь на земле. А когда я в его присутствии пребываю в истине, я говорю, Бог, ты меня избрал быть подобным твоему сыну. Быть подобным твоему сыну. Быть подобным. Ты есть подобие сына Божьего через кровь ангца и освящение Духа Святого. Ты есть подобие. Скорее согласись с его истиной, с этим словом. Просто согласись и начни так думать, жить, размышлять, ходить и осуществлять те дела, которые он еще не окончил. Сын Божий на этой земле. Он еще не окончил некоторые вещи. Твои родные еще не все спасенные. Твои друзья еще не спасенные. Но еще, слава Богу, открыта дверь для спасения. Дверь. Скажи, Иисус, измени меня. Я хочу быть открытой дверью в Твое спасение. Я не хочу быть закрытой дверью. Я не хочу быть камнем преткновения. Для тех людей, которых ты хочешь привести в Царство от живого Бога. Воистину, я хочу создавать условия, чтобы другим проще было поверить в искупительную твою жертву. Аллилуйя! 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 Я дочитаю до конца. «Когда их не было и предназначил быть истинным подобием своего сына, чтобы сын его стал первенцем среди множества братьев, кого он предназначил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал». Как он призывает? Через благовестие. Как узнать, ты предназначенный был ко спасению или нет? Тех, кого он предузнал, заранее запланировал, он к тем послал благовестника. Ты услышал голос благовествования? Это свидетельство внутри тебя. Пусть это будет знаком для тебя. Что это знаком для тебя. Это так написано. Это знак для тебя, что Бог предназначил тебя еще до твоего сотворения. До создания всего мира. Потому он и послал к тебе благовестника. И теперь дальше он говорит, что те, которые приняли это благовествование, он и оправдал их. Нельзя, нет ни одного человека, который принял призыв благодати и не остался оправданным. Невозможно. Его сила крови сто раз сильнее атомного взрыва. Нет более эффективной динамики на этой земле, чем оправдание кровью Христа. Поэтому для одних это сумасшествие – юродство. Для одних это юродство, а для нас спасаемых – сила Божия. Понимаете или нет? Вот что такое описание. Вот, что Бог заключил для нас. Аллилуйя. Так хочется плакать просто в благодарности Богу. Просто в благодарности Богу. Слезы радости. Кого призвал, тех оправдал. Кого оправдал, с теми разделил свою славу. Что еще к этому прибавить? Если Бог за нас, кто против нас? Никто. Ведь Бог не пожалел своего собственного сына и отдал его ради нас. Ради всех нас. Удивительно. Дав такой дар. Он и ни в чем остальном не откажет нам. Дав нам такой дар, что он ни в чем остальном не откажет нам. В чем это остальное? Остальное это то, чем мы живем. В чем ты нуждаешься, человек? Это все остальное. Если все остальное первичное, то тогда ты не можешь слышать этих благочестивых истин, тем более согласиться с ними и принять. Понимаете? Трудно. Поэтому есть работа Божья и есть работа твоя, человек. Я так благодарен Богу, что вы здесь те, которые слушающие и слышащие. вы слышите. Вы слышите, это правда, вы слышите. Во имя Иисуса Христа.